Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на вашем любимом канале под веселым розжером. Сейчас вы на столе видите ингредиенты, которые нам понадобятся для нашей великолепной закуски, а именно огурчиков по-корейски. Несмотря на то, что в оригинальный рецепт входит орегано и сухой молотый имбирь, мы его использовать не будем, это дело вкуса. Я не очень люблю имбирь, а орегано у меня банально сегодня закончился, поэтому мы сделаем огурчики по-корейски без этих двух ингредиентов, но в составе рецепта я их обязательно упомяну, и вы уже будете смотреть на свой вкус, как вам больше понравится данный вариант закуски. Это очень быстрые малосольные огурцы по-корейски. Так что нам нужно с ними сделать? Базилик в данном рецепте можно использовать как порошковый, также можно использовать мелко накрошенный свежий базилик. Точно так же можно поступить и чесноком. Можно выдавить сок свежего чеснока, можно покрошить порошковый чеснок. У нас есть свежий чеснок, поэтому будем использовать его. На 8 огурцов нам понадобится 1 столовая ложка уксуса, берите уксус спиртовый, в данном случае у нас уксус 9 процентный, поэтому нам понадобится не столовая ложка, а примерно половина столовой ложки. И для того, чтобы огурцы хорошо промариновались, нам потребуется соевый соус. Здесь снова дело вашего вкуса. Вы видите на столе три разные соусы. Обычный соус, соус маринад и соус маринад якиторио. С любым из них будет очень вкусно, просто дело вашего вкуса, какой вам больше нравится. Естественно нам понадобится красный перец мелиный и понадобится нам кунжут. Огурцы нарезаем таким способом. Соломочка должна быть примерно сантиметр на сантиметр для того, чтобы они лучше промариновались и это произошло быстрее. Например, мы приехали на дачу, все у нас уже есть для приятного времяпровождения, а вот закуску забыли взять. Поэтому смысл этой закуски в том, чтобы сделать ее максимально быстро. Чем хорош этот рецепт? Тем, что огурцам промариноваться достаточно приблизительно минут 20. Немножко больше будет, только лучше. Они получатся вкуснее. А за это время вы на даче можете разжечь огонь, нанизать шашлыки, начать готовить основное блюдо. И чем дольше ваши огурчики полежат в маринаде, естественно, тем вкуснее они получатся. Вот это оптимальная фракция, лучше даже и не надо. Следующее, что мы делаем, это мы сюда выдавливаем чеснок. Количество чеснока зависит от того, насколько он вам нравится, но с ним огурцы получают несколько острый пикантный вкус, поэтому совсем без чеснока будет просто не очень вкусно. Трех головок чеснока будет достаточно для нашего блюда. Для того, чтобы процесс не стоял, мы сразу же зальем соусом. Как я уже сказал, нам понадобится 5 столовых ложек соевого соуса. В данном случае я наливаю самый обычный соевый соус, не маринадный. Можно использовать маринадный. 5 ложек достаточно. После добавления соуса добавляем красный перчик. С красным перцем не переусердствуйте, хотя это блюдо корейское, перца можно насыпать много и оно будет несъедобное. Пробуйте, лучше добавить меньше, а потом добавить еще. Точно так же мы добавляем базилик, но вот как раз с этим переборщить не получится. На глаз сыпанули и хватит. Основы самой вкусной кухни заключаются в том, что все делается примерно на глаз. Если вы начнете строго-строго готовить по рецепту, как ни странно, блюда получаются гораздо хуже. Поэтому как вы примерно на глаз сыпанули, вот так оно и есть, оптимально будет смотреться. Можно перемешать огурчики, чтобы они пропитывались маринадом и желательно в течение 20 минут, пока они у вас маринуются, периодически их помешивать для того, чтобы произошел процесс легкого маринования. Мы совершенно забыли за уксус, сейчас мы его тоже добавим. Как я сказал, у нас уксус 9%, поэтому его достаточно будет чуть больше, может половины столовой ложки. Также сюда можно выдавить сок лимона, сок лайма, но это уже все зависит от ваших пристрастий. Вариаций у этого блюда много. Пока это все маринуется, мы можем ободрать листики базилика и мелко-мелко их нарубить. Вообще базилик это великолепное дополнение ко многим блюдам. Ветки нам не надо. Вот таким образом вполне будет достаточно. Его надо отсюда согнать вниз под ручки. Для вкуса добавим совершенно чуть-чуть соли, буквально мизерочку, потому что соевый соус уже имеет в своем составе соль и здесь можно переборщить. Поэтому соли буквально капелюшечку, а дальше будете смотреть по вкусу. Наши огурцы по-корейски в нашу великолепную закуску осталось добавить всего два ингредиента. Это кунжут, который можно добавлять в обычном состоянии, можно слегка поджарить. Количество снова зависит от ваших пристрастий, от ваших пожеланий. Насыпаете столько, сколько хотите. И финал этого салата, разогретое на огне горячее подсолнечное масло, которым мы поливаем весь салат. Все. От солнечного масла мы используем столько, сколько вы обычно используете для заправки самого обычного салата. Все тщательно перемешиваем и вот это наше великолепное чудное блюдо мы оставляем примерно на полчаса до мариноваться. Желательно еще раз скажу это все помешивать хотя бы с периодичностью раз в пять минут для того, чтобы огурчики лучше промариновались, лучше впитали в себя все наши прелести. И к этому времени у вас уже наверняка будет готово горячее или горячее будет на подходе. Наверняка какие-нибудь прохладительные напитки будут разлить, поэтому можно через полчаса приступать. Прошло полчаса, наши огурчики чудесным образом замариновались. Мы их еще немножко дополнительно приправили кунжутом и они совершенно готовы к употреблению. На этом на сегодня все. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал под веселым Роджером. До свидания, друзья! До новых встреч!